Следующей возрастной ступенькой конкурса «Я исследователь» является конкурс среди младших школьников. Кажется, что такого интересного и серьезного могут спроектировать учащиеся начальных классов. Но порой уровень и глубина исследований, подход и масштаб проектов поражают воображение даже взрослых людей. Как благодаря сбору макулатуры спасти пару сотен взрослых деревьев, параллельно создав чудесные рассадные горшочки? Как просто определить натуральный лимёт? Можно ли создать дешёвый вариант красок для рисования в технике ЭБРУ? Удивительно, но все эти и десятки других интересных вопросов, на которые часто не могут ответить даже взрослые, рождаются в детских головах. Провести собственное расследование интересующей проблемой и поделиться им с окружающими помогает конкурс «Я исследователь». Славянские дети, как показывают итоги проведения этого конкурса по прошлым годам, являются кладезем серьёзных научных изысканий. У нас по итогам прошлого года, конечно, было меньше участников, но всё-таки ребята стали победителями на региональном уровне. Это у нас Мерц Максим, ученик 2-го класса 17-й школы, и Корниенко Виктория, ученица 3-го класса сельской школы 39-й. Они стали победителями на региональном этапе в городе Сочи и потом поехали в конце мая на всероссийский этап этого конкурса. И там же стали победителями. Максим Мерц и вся его дружная семья в этом году приехали продемонстрировать свои новые наработки. Идея сделать прибор, который бы передавал электричество без помощи проводов, появилась у Максима ещё до поступления в школу, когда в 2013 году в районе случилось обледенение, обрыв проводов, и жители на несколько дней остались без света. Ставшкольником, Максим взялся за изучение темы. Стартовая презентация проекта была в прошлом году. Я делал первый шаг к беспроводной передаче электричества, демонстрационная модель устройства. Она передавала на 80 сантиметров. Практической пользы от такого устройства не было, так как передаваемое электричество было слишком мало. Поэтому я решил продолжить изучение именно этого метода и в своей нынешней исследовательской работе. В подготовке проекта ему помогает вся семья. Что удивительно, ни мама, ни папа к вопросам электричества, ни профессионально, ни даже факультативно, не относились до того, как Максим проявил к этой теме интерес. Конечно, это очень нелегко, потому что вопросов огромное множество. Но мы стараемся вместе находить на них ответы. Это однозначно ему на пользу идёт, потому что он развивается не только по, скажем, общей программе школьной. Он ещё получает какие-то дополнительные знания, дополнительные какие-то сведения, которые, возможно, ему когда-то пригодятся в жизни, скорее всего. Плюс все конкурсы, в которых он участвует, конечно же, это дополнительное общение с детьми, с такими же его сверстниками, которые тоже занимаются исследованиями различными. И однозначно это расширяет его кругозор. Не стоит и говорить о безусловной пользе подобных конкурсов, но соревнования есть соревнования. 12 участников из 25 заявленных получили право представить свои проекты на региональном этапе конкурса, который пройдёт с 10 по 12 апреля в городе Сочи. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...